Международный день шахмат в Люберецкий округ отметил турниром на открытом воздухе. В интеллектуальных поединках сразились дети в возрасте от 6 до 14 лет. На спортивном соревновании побывал наш корреспондент. Ну, не перепутать, где король, где червь. Это червь или король? Молодец. Федя Фоменко научился различать фигуры на шахматной доске, когда ему было 4. Сейчас юному спортсмену 6, и он уже участник 20 турниров и обладатель третьего юношеского разряда. Другими видами спорта я хуже занимаюсь, а шахматами я лучше занимаюсь. Потому что я в другие какие-то занятия редко учусь, а в шахматы часто. Мне нравится, когда мне грамоту дают, медаль. Медали не одной, по-моему, а кубка два, по-моему. Грамот пять или шесть. Помимо наград, тренировки приносят и другие плоды. Баталии на черно-белой доске развивают внимание, усидчивость и логическое мышление. Родители юного гроссмейстера уверены, игра в шахматы – отличная база для будущей жизни успешного стратега. По словам мамы молодого шахматиста, интеллектуальная игра – занятие семейное. У нас старший брат Лёва играет в шахматы, папа немножко играет, и Федя за ними тянется, вместе с ними играет. И ходит, занимается в детский центр. Ему очень нравится, он постоянно хочет на турниры именно ездить, потому что там соревновательная такая система. Кто хочет быть чемпионом мира? Поднимите руки. Вот, молодцы ребята. Будущие шахматные короли встретились на праздничном соревновании возле Дома офицеров. 20 юных спортсменов борются за шесть наград в двух возрастных группах, до 10 лет и старше. В Люберце у нас шахматы на подъеме. Во-первых, наша команда люберецкая, взрослые, чемпионы области в прошлом году были. У нас много детей перспективных, которые были тоже чемпионами области. Есть еще дети, которые подходят уже к уровню высокому. Но все впереди. Главное играть, и будет результат. Интеллектуальная игра набирает популярность в регионе. Шахматные столы появились во многих скверах Подмосковья. В честь праздника партия «Единая Россия» организовала подобные турниры по всей области. Мы, в свою очередь, выступаем спонсорами проведения турниров, как детских, так и юношеских, так и взрослых. В парке, в муниципальных образованиях начинают играть и дети, и взрослые, и семьи про это время. И у нас, надеемся, что будущие шахматисты мирового уровня именно будут выращиваться в таких условиях. В праздничном турнире Федя занял третье место. Но домой братья Фоменко принесут две награды. Восьмилетний Лев в своей возрастной группе выиграл золото. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.